Твайлайт Спаркл, герой! Эквестрия воздала ей честь в виде витража, демонстрирующего её жертву. Я целое видео сделал насчёт значения этого витража, и что именно Твайлайт сделала для спасения Эквестрии. Но остаётся вопрос, от чего именно она её спасла? Когда Санни объединила племена и кристаллы, произошло что-то необычное. Санни Старскаут стала ликорном! Типа... Вместо настоящих крыльев и рога, как у Твайлайт, у неё были светящиеся очертания рога и крыльев. Мы не видели в действии рог, но крылья полностью работали, и, кажется, в этот момент Санни получила магию о ликорном. Её становление о ликорном многих поразило. Но не меня. Некоторые считали, что Санни недостаточно сделала, чтобы заслужить крылья и рог. А про существование Флори Грёбаный Харт все забыли. Нет, для меня это отлично укладывается в теории о том, что о ликорне такое. И я её всё ещё придерживаюсь, так что гляньте её для понимания деталей. Но вкратце, чтобы стать о ликорном, нужно собрать в себе магию всех трёх племён. Это объясняет суть любого о ликорна, которого мы видели, от Вайлайт до Коузи Глоу, включая Санни. Её окружила магия, что содержалась в кристаллах каждого племени, вращаясь вокруг неё и поднимая воздух до момента завершения превращения. Это идеально подходит теории, а вот что удивительно, так это не то, что Санни стала о ликорном, а то, что она ими вовсе не стала. Не совсем. Нет ничего, чтобы доказывало, что сила с ней навеки. А если и так, то крылья других оликорнов были реальными, а эти больше похожи на временную оликорнюю силу. Так почему Санни не стала оликорным с полноценным оперением, как та же Коузи Глоу? Может, это последствия того, как всё изменилось со временем в Эквестрии? Но я хочу знать, как именно! Что случилось с Эквестрией? Ведь мы такого раньше не видели! А может, и видели? Наша история начинается с Твала и Спаркл, но не той, о которой вы думаете. Её двойника из мира людей. Во время Игр Дружбы медальон Твайлайт Спаркл высасывал магию из всей главной шестёрки. Когда она поглотила её полностью, то стала Миднайт Спаркл, имеющий реальные рог и крылья. Затем магия пятёрки передалась в медальон, а от него в Сансет Шиммер, превратив и её. Но её крылья и рог были эфемерны. Они были магическими очертаниями, прям как у Сани. Хм, а схожести между Санни и Сансет слишком подозрительные. Временная Сила, которая даёт ей эфемерные светящиеся крылья и рог. Эти два разных события и два разных мира не должны быть так похожи. Если только миры больше не так уж и отличаются. В моём видео Судьба Твайлайт Спаркл я подметил, что ключевую роль теперь играют артефакты для поддержания магии. Прежде такого не было, но не сейчас. Канцлер Нейсей уже говорил, что самая могущественная Сила сокрыта в артефактах Эквестрии. Вот почему, когда Коузи Глоу поглощала Эквестрийскую магию, Старсвирл точно предсказал, что магия в артефактах продержится дольше. Это и привело меня к заключению, что кристаллы племён на самом деле и артефакты, созданные как ответ на магический кризис. Какая конкретика, а? Магический кризис. Я прям предсказатель. Да, моё видео объясняет витраж, кристаллы и связь твала и со всем этим, но это лишь часть ответа. Что это был за кризис? Мы знаем, что это точно не Коузи Глоу. Она поглощала всю магию. Даже артефакты были близки к исчезновению. Тогда как кристаллы племён отлично работали. А это значит, что в Эквестрии всё ещё есть магия. Так что же здесь творится? Чтобы понять магическое изменение в Эквестрии, нужно понять саму магию. Да, попытка понять магию и привела Twilight Sparkle к становлению Midnight Sparkle. Но факт того, что магию можно было определить и измерить, говорит о том, что её можно понять. Хотя бы частично. Важнейшую вещь в магии, которую я смог разглядеть, это то, что она ведёт себя как энергия. Она следует первому закону термодинамики, то есть сохранения энергии. Заметьте, как магия никогда и не была создана или уничтожена кем-то определённым. Только поглощалась, меняла одну форму на другую и отправляла куда-то ещё. Вот почему столбы справились с сиренами и пони теней, сослав их куда-то. Даже круг Gozy Glow был создан для того, чтобы перенаправить магию Эквестрии в другое измерение, а не полностью избавиться от неё. Так что в будущем Эквестрии не могла просто потерять магию. Она куда-то делась. Если магия следует второму закону термодинамики, то, думаю, знаю, куда именно. Вкратце, второй закон гласит, что различия в энергии одного происхождения будут уравновешивать себя до состояния равновесия, пика энтропии. Лёд в воде охлаждает её. Но в противовес вода также топит лёд до тех пор, пока они не пересекутся по центру, став одной температуры. Эта же особенность применима и в области магии, поскольку, кажется, я могу указать на определённый момент, начавший магический кризис Эквестрии. Вернёмся к Midnight Sparkle. Она делала бреши в пространстве между мирами, позволяя магии протекать в них. Sunset исправила это, но она пропустила одну. И с тех пор мы видели, как магия просачивалась из Эквестрии в мир людей. Вот, думаю, и ответ. Мы видели её воздействие на мир людей. Больше магических предметов, больше волшебных способностей, но и Эквестрия от такого не пострадать не могла. Магия постепенно слабела. Так как эту протечку никто не заметил, то она продолжалась, пока миры не пришли к магическому равновесию. Представьте, что сначала в Эквестрии магии было 100%, а в мире людей – 0%. А при смешении миров, количество сравнялось до 50 на 50 в каждом. Так, думаю, и начался кризис, который растёкся под бумни рам. Магия Эквестрии ослабла сверх нормы. Прямо как когда Коузи Клоу поглощала магию, кони потеряли свои врождённые дары. Однако в этот раз, так как 50% всё же осталось, магии хватило на работу артефактов. Это-то и позволило принцессе Твайлэйд спасти мир, создав кристаллы и восстановив подобие врождённой магии. Иронично, что Твайлэйд заварила эту кашу, и Твайлэйд же её расхлёбывала. Но минуточку! Если Коузи могла поглотить все 100% шестью безделушками и причудливыми каракулями на полу, не значит ли, что легче было получить остальные 50% из мира людей? Твайлэйд даже не пришлось бы освобождать Тирека для помощи. Дискорд тоже умеет создавать магические круги. Сомбру спросите? А, не сможете, он же мёртв. Но возради его Дискорд магическим кругом и затем спроси... Неважно. Суть в том, что Дискорд мог вполне заделать дыру, поглотить всю магию мира людей, и через три дня... Бум! Никаких артефактов и жертвы не нужно! Гипотетически это возможно, но думаю у Твайлэйд была другая дилемма. Это сработало бы на благо Эквестрии. Но подумайте, что бы это значило для мира людей. Да, у них не должно быть магии, но она нравилась им. Чем больше мир людей получал её, тем разнообразнее становилась жизнь жителей. Вернуть всю магию в Эквестрию означало бы забрать её у людей. И это не просто неудобно. Мир без магии, в который её резко забросили, а потом вот так просто забрать, в лучшем случае будет обидно. А в худшем не миновать катастрофы. Поцарится настоящий хаос. Некоторые эквестриицы посчитают это необходимым решением. Но всё же, если я прав, то не принцесса Твайлэйд. Она нашла беспроигрышный вариант, пускай и пожертвовала собой. Миры остались в равновесии, но с помощью артефактов Твайлэйд и люди Японии смогли поддерживать свой привычный уклад жизни. Может, это и было мудрым ходом Твайлэйд, но явно не панацеей. Последствием такого решения могло стать то, что Эквестрия никогда бы не достигла того же уровня магии, что и прежде. Заклинания единорогов не заходили бы дальше основ, что возвращает нас к Санне. Что раньше превратило бы тебя в Аликорна, теперь вылилось в это. Всё ещё потрясающе и невероятно, но уже не настолько. Но того требовала ситуация. То, что случилось с Санне Старскаут, и есть будущее Аликорнов. Ну, или, по крайней мере, это моя догадка насчёт того, почему всё изменилось. Подводя итог, с тех пор, как Миднайт Спаркл образовала ту трещину в основании статуи и лошади, магия Квестрии медленно проникала в мир людей. Как только миры пришли в равновесие, пони начали терять свои врождённые дары. Но принцесса Твайлэйд не хотела забирать магию из мира людей. Это заставило её создать кристаллы. Ну, вам нужно посмотреть мой предыдущий ролик. А теперь из-за её жертвы два мира существуют свободно с магией. Но что вы думаете? Я прав насчёт того, что случилось с Аквестрией? Почему да или нет? Просуждайте в комментариях. Если вам понравилось видео, лайкните его. Если хотите больше теорий, то не забудьте подписаться и жмакнуть на колокольчик. А если хотите помочь каналу финансово, то зацените нашей сестрой футболки на Йетси. И заходите на мою страницу на Патреон. А также огромное спасибо всем, кто уже это сделал. В особенности моим оликорним патреоном. NamelessOne, Ekonox3141, CammyShadowness, DarkSyler12, MaximillianHG, Cynex, PetrolheadO2, SolarScripture, PrincessStarGlow, Colorshine, Исси, JaneShadow. А оликорном неделе стал Торн. Поздравляю! Еще раз спасибо всем за поддержку. Благодаря вам этот канал существует. Я Сатус Вейвс, прощаюсь с вами до следующей пятницы. Броху! Субтитры сделал DimaTorzok